Привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Да, я знаю, все мне говорят, что эти очки мне не идут, что эти очки отстой, но я их обожаю, хоть они и стоили 200 рублей. Итак, ну давайте, видео сегодня будет без очков, потому что вызовет это очень-очень много сомнений. Итак, сегодня хочу с вами поделиться своей самой любимой темой, да, конечно же, это будет парфюмерия. Причем это будет видео не о всей моей парфюмерии, а это будет видео об четырех ароматах, которые представлены торговой маркой, брендом Marina de Bourbon. Сразу же говорю, данное видео не является рекламным, данное видео не является коммерческим. Это моя отсебятина. Марка Marina de Bourbon вошла в мою жизнь очень так вот по-родному. Marina de Bourbon духи очень нравились моей маме, и они нравятся моей маме. Вот, и как-то вот по ее рассказам об этой марке я приобрела себе несколько ароматов. И что хочу сказать, все эти ароматы я приобретала исключительно по описанию, исключительно по описанию, то есть у меня не было возможности их попробовать, потестить. Поэтому хочу сказать, я немножечко не то что ошиблась. В целом каждый этот запах мне близок, каждый этот запах я по-своему люблю, но какая-то такая небольшая горькая нотка разочарования все-таки у меня есть. Итак, Marina de Bourbon. Я не знаю, знаете вы, в курсе ли вы, но бренд называется «Принцесса Marina de Bourbon». Называется он не просто так «Принцесса», а это действительно Marina de Bourbon и действительно является принцессой. Это очень старинный французский род. При Людовиках они имели очень-очень много власти. Потом, когда их власть закончилась, прошло несколько веков, назовем это так, и мир вспомнил о принцессе Марине de Bourbon, когда Marina de Bourbon открыла свою торговую марку. Насколько я знаю, она выпускает, по-моему, не только парфюмы, но мы сегодня с вами будем говорить о парфюмах. Вообще сама марка, бренд представляет себя как такой вот роскошный французский, именно вот царский, царский, императорский бренд. То есть у них нет таких вот духов, что просто духи для какой-нибудь молоденькой девочки. Скажем, для духи для молоденькой девочки они обязательно назовут какая-нибудь там фрейлина или вот что-то такое. То есть все запахи у них очень такие вот возвышенные, с намеком на то, что мы с вами ходим по Версалю, вдыхаем ароматы садов и так далее. Ну, давайте расскажу вам, что у меня есть. Вообще начала я свою любовь от того парфюма, который был у моей мамы. Почему был? Потому что я его у нее отобрала. Итак, первый парфюм, он, кстати, самый маленький, какой у меня есть. Это вот такая вот упаковочка. Это у нас, насколько я помню, аромат Лис. Называется он именно Лис. Я думаю, вы на меня не обидитесь, я себе тут просто сделала такую небольшую заготовочку, чтобы рассказывать не просто как бы о своих каких-то ощущениях, да, но и все-таки рассказать вам о базовых нотах, которые присутствуют в каждом парфюме. Итак, первый парфюм, он мой самый любимый. Он мне самый близкий, он самый роскошный, по моему мнению, самый сладкий и вообще самый идеальный. Итак, Лис Принцесса Марина де Бурмон. Аромат выпущен в 2005 году. Композиция аромата включает ноты ириса, белой лилии, мандарина, ванили, персика, белого мускуса и кардамона. Что могу сказать? Этот запах для меня самый лучший, самый любимый, самый роскошный, потому что в нем есть очень терпкая, цветочная, сладкая нота. Может быть, даже немножечко медовая. Но вот для меня этот запах, знаете, он мне чем-то напоминает, как бы так вот, сложно сказать, что он, честно говоря, напоминает. Наверное, это нечто среднее для меня между Мисс Диор Шери оригинальной версии и Мисс Диор Шери Блюминг Букет. То есть, если Блюминг Букет, он все-таки такой холодный и спокойный, то Мисс Диор Шери, он такой насыщенно сладкий. Вот здесь, как будто бы к хорошему, свежему запаху добавили какую-то вот очень сладкую, терпкую ноту. Аромат потрясающий. Это один из немногих парфюмов, который очень хорош и летом, и особенно осенью, и зимой. Но самое великолепное звучание этого аромата, мне кажется, у нас происходит именно весной ранней и ранней такой вот осенью, когда еще все-таки тепло, но ночью уже становится холодными, и ветерочек такой вот уже совсем не летний. И вот этот вот аромат, он абсолютно шлейфовый, он очень стойкий, супер. Восхищена этим запахом, и вот у меня его осталось вот прям буквально совсем чуть-чуть, и я себе на замену купила целых три парфюма от Марина де Бурбон, но немножечко другие, причем они у меня по 100 мл, но я их не очень люблю. Итак, давайте покажу вам, что же у меня еще есть. Так как я очень любила Марина де Бурбон Лис, я себе купила вот такую вот здоровую, я его называю утюжок. То есть вот если здесь, по-моему, было 50 или 30 мл, то я себе купила сразу же вот такую большую версию, которая уже с бабочкой. Вот этот вот парфюм тоже из разряда Лис, только он называется уже Оде Лис. Это облегченная версия первого аромата, который я вам показала. Выпущен он в 2006 году. Что в нем есть? Зеленое яблоко, бамбук, цитрусы, жасмин, гиацинт, роза, амбра, белый мускус, древесные ноты и белый кедр. То есть я его, вот как раз это тот аромат, который я покупала исключительно по набору характеристик и исключительно потому, что у меня был старший брат вот этого парфюма. Честно говоря, меня этот парфюм немножечко разочаровывает. Он более холодный, нежели Лис. И все-таки в Лис меня покупают вот эта вот шлейфовая теплая медовая нота. Здесь этой ноты нету, но и также здесь нету какого-то вот такого цветка, который бы ярко звучал. То есть для меня этот аромат почему-то, вот знаете, такой напоминает аромат послевкусия. То есть как будто бы вот здесь нету первой яркой какой-то ноты. То есть им можно облиться с головы до ног, но я в нем не чувствую какой-то изюминки, какого-то вот роскошества. Такое дурацкое слово роскошество, но вот здесь оно уместно. В этом аромате нет роскошества. То есть если бы вот это называлось не Marina de Bourbon, а называлось Avon или Ariflame, я бы в принципе ничего особенного и не подумала. Обычный вот такой абсолютно стандартный Avon-овско-арiflame-овский аромат. И когда ты сравниваешь вот эти два парфюма, Лис оригинальный и Оде Лис, облегченную версию, то, конечно, это вот как сравнить, не хочу говорить плохое сочетание, как сравнить что с чем. Но вот этот парфюм реально роскошный, реально он отсылает нас куда-то во Францию, в потрясающие сады. И вот вы идете под ручку с Людовиком, гуляете себе, все себя прекрасно чувствуете. И рядышком бегают маленькие белые баллонки. То вот здесь это такой вот типичный какой-то легкий запах без яркой ноты, вот а-ля Avon or Ariflame. Ну вот стоит он у меня. Единственное, что я ему даю шанс, когда вот сейчас начнется такая жара. Вот, наверное, на жару, на жар тут московский, наверное, захочется чего-то такого свежего. Поэтому вот на зиму он никак у меня не шел, никак-никак-никак не шел, вообще нет. Следующий парфюм от Marina de Bourbon, который у меня есть, это вот такая вот бульба. На самом деле, чем вот хороши 100-миллилитровые парфюмы от Marina de Bourbon, ими реально можно убить, то есть вот у него такие острые уголки, то есть если, не дай бог, какая плохая ситуация, вы можете просто вот это использовать как орудие для убийства, абсолютно мощный такой злой флакон. Выглядит он вот так вот, парфюм называется Reverence. Ну вот опять-таки, да, Reverence, Франция и вот все там подобное. Итак, сейчас прочитаю, что в нем есть. Вот на этот аромат я делала сам, огромную ставку просто по описанию, он мне безумно понравился. Читаю, значит, аромат выпущен в 2007 году, то есть такой из свежачков у Marina de Bourbon, назовем его. Значит, что в нем есть? Бергамот, специи, перец, жасмин, роза, слива, чай, мускус, сандаловое дерево. То есть здесь собраны все запахи, которые я просто вот боготворю, обожаю. Что оказалось на деле? На деле оказалось, что запах не шлейфовый, запах очень вот такой интимно-спиртовой. Он определенно сладкий. Я бы даже не назвала его пудровый, я бы сказала, что в нем что-то такое больше вот какое-то ореховое. Я не знаю, ну, в принципе, у орехов нет запаха, по сути, да? Но вот в нем что-то такое вот сладко-ореховое. И что мне в нем еще не понравилось? Ну, первое, он нестойкий, второе, он неяркий, и третье, опять-таки, в нем нет вот этой вот пирамиды парфюма, да? То есть вот он как пахнет изначально, так он и пахнет. И дальше он просто угасает на вашей коже. То есть нет никакого интересного раскрытия аромата, нет вот никакой-то его такой интересной жизни. То есть вот как вы прыснули на бумажку, так же вы прыснули на кожу. И на коже, на моей, он абсолютно теряется, абсолютно теряется, я его не чувствую. Вот, это что касалось парфюма Реверанс. Вообще, когда я читала описание, этот запах должен нам напоминать такие вот роскошные французские балы, танец и вот этот вот Реверанс в сторону партнера. Но, как одна из девушек написала, мне очень понравился отзыв, скорее это вот такое не начало бала, неяркий бал, а вот парфюм Реверанс – это нечто то, что появляется в конце бала, в конце дискотеки, когда все уже устали, все уже наплясались, все уже парфюмы выветрились, от шампанского уже болит голова, и вот от Реверанса возникает такое ощущение, то есть нет в нем вот этой вот роскошности балла, есть какое-то послевкусие, послевкусие. Итак, и последний парфюм, который у меня есть, его я купила, опять-таки, по описанию. Также я его купила по одной из своих теорий. Я, например, поняла, что парфюмы в розовых и в красных упаковках мне нравятся, а вот парфюмы в голубых упаковках мне не нравятся никогда. Но я все-таки подумала, что ну нужен, ну нужен мне вот этот вот свежий запах, причем он должен быть не морской, а вот именно свежий, цветочный, но стойкий, чтобы он был как Чирути, чтобы он держался на тебе вечно, но при этом, чтобы он был не Чирути. В общем, очень-очень долго я искала, и поэтому приобрела себе вот такую вот штуковину, скажем, от, опять-таки, Марина де Бурбон, аромат называется Мон Букет. Пожалуй, он у меня, наверное, уже один остался в упаковке. Что меня здесь подкупило? У меня здесь подкупила очень низкая цена, описание его, что это такой вот свежий, бодрящий аромат, и также меня подкупило то, что это не туалетная вода, а это парфюмерная вода, потому что обычно вот эти все легкие, свежие запахи, они, конечно, идут в формате Оде Туалет, но мне нужен Оде Парфюм. Сам парфюм выглядит вот так вот. Мне он чем-то напомнил, знаете, всякие вот версии Сальвадора Дали, Лагуна и вот что-то подобное. Ну, здесь, конечно, все для меня очень сложно. Давайте я вам сначала прочитаю, что он в этом парфюме содержит. Значит, Мон Букет, аромат для женщин, выпущен в 1998 году, то есть запах довольно-таки старый. Что в нем есть? Фиалка, грейпфрут, гордения, ландыш роза, ирис, персик. То есть, по сути, аромат должен быть вот такой вот холодный, холодный, цветочный, спокойный. Но я в этом аромате чувствую вот это вот дурацкое море, как я это называю. Почему-то во всех этих холодных ароматах я не чувствую цветы, я чувствую исключительно вот это вот холодное какое-то море, водоросли и тому подобные вещи. Но, не знаю, вот меня мама уговаривает, чтобы я как-то этот парфюм все-таки на себе распробовала. У него удивительный какой-то запах, но он не мой. Ну, я себя с ним плохо чувствую. Он соленый, он морской. На коже, на моей, он пахнет вот именно вот какой-то морской солью. То есть, никаких ирисов, никаких ландышев я в нем, конечно, не ощущаю. Но парфюм определенно стойкий, как все парфюмы, которые мне не нравятся. То есть, он определенно стойкий. И если вы ищете вот такую вот бодрящую, холодную водичку, но с определенной сладкой нотой, то есть, вот он мне чем-то напоминает, скажем, аква-ди-джоя, аква-ди-джио. Скорее, он больше похож на аква-ди-джио. То есть, такой вот немножко не одеколонный, а вот именно холодный, морской такой запах. Но что-то цветочное в нем есть. Но, повторюсь, на коже, на моей, он раскрывается крайне странно. И, не знаю, попробую я с ним опять-таки, вот как с ОД Элис, попробовать совладать в жару. Но мне почему-то кажется, что у меня ничего из этого хорошего не получится. Вот. Поэтому, что могу сказать? Меня, конечно, определенно радует то, что у нас с мамой вкусы в парфюмах разные. Поэтому, даже если у меня какой-то запах не идет, обычно он очень хорошо идет моей маме. Поэтому, вот, мамулечка у меня уже прям ждет, 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 когда же я эти парфюмчики отдам ей. Ну, по сути, наверное, я так и сделаю, потому что, ну вот, не вставляют они меня вообще никак. И у меня поэтому возникло такое вот небольшое разочарование. То есть, получается, все ароматы очень красиво описываются. Они заявлены, как вот такие роскошные, французские, исторические такие вот ароматы. Но они какие-то для меня плоские, какие-то простые. И без вот этой вот пирамиды аромата, когда запах на вас раскрывается, пахнут как-то вот крайне-крайне одинаково. Но при этом О'Де Лис оригинальный, который сладкий, да, я им восхищаюсь, я его обожаю. Роскошный, потрясающий запах. И когда он у меня закончится, может быть, я его и приобрету снова в свою коллекцию. А вот эти вот три, О'Де Лис, Мон Букет и Реверанс, как-то они вот не произвели на меня вот такого прям супер неизгладимого впечатления. Реверанс хороший запах. Реверанс чем-то похож на Роберто Кавалли, Фенди. То есть, вот у Роберто Кавалли и Фенди тоже похожее, похожее строение аромата. Это нет яркой передней ноты, а есть вот общий-общий фон. Но Реверанс не стойкий. И как-то на моей коже он звучит не очень. Вот этот, который я брызнула, я понимаю, что я уже начинаю от него задыхаться. Что вот если девушке какой-то он подойдет, если он ей будет нравиться, то потрясающий запах будет для нее и будет очень стойкий и очень освежающий. Но у меня вот эта вот свежесть, она меня прям... Она вот не свежесть, а какая-то морская соленость. Ну, вообще никак. Вот. Единственное, что хочу сказать. Марина де Бурбон, ее практически, по-моему, невозможно найти в онлайн-магазинах. Вы можете Марину де Бурбон заказать через интернет. Куча есть сайтов. И огромный плюс бренда Марина де Бурбон то, что их парфюмы стоят крайне дешево. То есть, вот, например, все парфюмы, которые я вам сегодня показывала, в которых 100 миллилитров, я их покупала порядка 1200-1300 рублей. Причем, Монбукет, по-моему, стоил даже 900 рублей. Вот. То есть, в интернете можно найти все, что угодно. Единственное, что можете мне сказать, что, может быть, мне не понравились эти запахи, потому что это подделки. Нет. Это тот сайт, на котором я заказываю, это исключительно сайт без подделок. Я это проверила тем, что купила там очень-очень-очень старый запах который вообще уже нигде не продают. И это именно тот запах. Такие духи не подделывают. Вот. Поэтому доверяю этому сайту. Но вам название сайта я не скажу, потому что сил моих больше нет терпеть обвинения в рекламе и так далее. В общем, если не хотите, то не надо. Некоторым своим адекватным подписчикам я, конечно, иногда пишу название сайта, где я что покупаю. Вот. Но просто вот из-за того, что я сейчас с вами крайне искренне поделилась своими парфюмами, если я вам сейчас скажу, на каком конкретно сайте я это все покупаю, опять это все перерастет в разряд того, что этот сайт мне проплатил это видео, сама Марина де Бурбон проплатила мне это видео и вообще все как-то так. Так что название сайта я вам не скажу. Пробуйте сами, сейчас огромное количество сайтов. Как-то так. Буду сегодня плохой девчонкой. Вот. Такое было видео. Большое вам спасибо за просмотр. Всех вас люблю, целую, желаю вам всего самого замечательного. Сегодня у нас выходной день, я бегом-бегом еду заниматься всякими интересными делами, вот, чего и вам желаю. Ваша Вероника, до встречи на моем канале. Пока-пока.